Всем привет! Пришла пора настроить наш трекер заявок. Мы сделаем первичную инициализацию, основные настройки конфигурации, внешнего вида, основные очереди и пользователей, чтобы просто начать уже как-то этим пользоваться. Повторюсь, для того, чтобы настроить стрекер заявок, нам не нужно никаких особенных специальных знаний. Я поэтому его и люблю. Я, когда впервые его настраивал, был совершенно безмозглым. Он, тем не менее, смог его завести на винде, и мы успешно им пользовались лет 5, после чего я его потом еще завел на линуксе, особенно не вникая, и мы еще лет 5 им пользовались без всяких проблем. То есть вы сможете, в принципе, под свою организацию настроить его очень легко и очень быстро. У него есть файл конфигурации основной, который у нас находится в... Давайте, ладно, придется мне начать набирать вручную. Нам нужно его отредактировать, superuser.dov. Находится в папке opt, куда мы, собственно, ставили его, в папке rt4. В папке etc есть файл rt, нижнее подчеркивание, сайт config.pm, перловский модуль. И здесь у нас находится основная вся конфигурация request tracker. Раньше нужно было большинство настроек производить здесь, и потом еще залезать в какие-то перловские модули, там что-то править, добавлять. Но начиная с четвертой версии request tracker, у нас очень много настроек можно сделать через веб-интерфейс. Поэтому здесь нам нужно выполнить основные настройки. Я сейчас просто, наверное, вставлю все, что нам может здесь пригодиться. Весь перечень вот этих переменных, которые здесь можно задать, я вам брошу ссылку на них. Там можно указать огромное количество разных параметров. Мы сейчас ставим только основные. Я работаю через PuT, и поэтому я просто вставлю этот блок мышкой. Только первую букву S я почему-то потерял. Значит, что я здесь задаю? Я здесь задаю имя моего РТ. В принципе, не важно, как он называется, но желательно, чтобы совпадало это с внешним именем, то есть с тем именем, с которым вы ассоциируете ваше РТ. То есть по-хорошему у вас есть какой-то домен, какой-то сайт. Вы для этого сайта создаете поддомен, и на этот поддомен пускаете пользователей. Или, может быть, это будет имя машины, которая у вас вот здесь вот находится в вашей локальной сети. То есть здесь нужно просто указать какое-то имя tracker. Дальше нужно указать имя организации. Тоже не особенно важно, как она называется. Просто она будет использоваться в почтовых рассылках в качестве вообще значения переменной organization. То есть там, где будет указана организация, вам лучше указать свою организацию. Вот этот важный параметр – это тот лист, с которого будет разрешено обращаться к нашему РТ. По-хорошему здесь нужно указать, опять же, имя этой машины, имя этого узла. Или внешнее, если вы хотите сделать доступ извне. Сделали, соответственно, запись вида А. Пересылаете с этой записи вида А на ваш вот этот вот айпишник. Пробрасываете запрос к реквест-трекеру. Здесь нужно написать имя. Например, то же самое, как вот здесь, если у вас есть такой сайт. Я здесь указал внутренний айпишник своей локалки, потому что я никакого имени не пробрасывал. Мне просто нужно, чтобы в локалке по вот этому айпишнику меня пускало на tracker. Если мы этого не сделаем, то tracker будет ругаться, скажет, что не разрешен к нему доступ с того места, с которым мы пытаемся к нему попасть. Дальше я указал московскую временную зону. И еще в дальнейшем я поменяю там логотип в RT. И вот здесь вот ссылочка, куда будет ввести новый логотип. Просто адрес сайта. Вам важнее всего указать вот этот вот параметр. Refer White List, чтобы все работало. И затем Time Zone, чтобы он правильно считал время. Здесь я говорю еще раз. Можно указать очень много всего. Например, здесь можно указать сервис Level Agreement, чтобы делать все по стандартам, чтобы отслеживать время, чтобы была автоматизация. Но нам пока рано сюда забираться, чтобы IT-овские какие-то штуки прикручивать. Поэтому мы оставляем этот параметр так. Сохраняем изменения и перезагружаем сервис Apache. Service Apache 2. Restart. Теперь я могу заходить в свою RT и все остальные настройки делать там. Еще расскажу. В описании видео я вам дам все необходимые ссылки на bestpractical.com, где у них описаны все переменные, все настройки, все параметры. У них там очень хорошие мануалы. И вот я через браузер пытаюсь попасть. Уже у меня написано RT для моей организации. И если посмотреть адрес ссылки, то мы на нее щелкнем, мы перейдем на мой сайт. То есть если я открою в новой вкладке, видите, открывается мой сайт там сзади. То есть логотипа, адрес мы уже поменяли. Значит, по умолчанию у нас пользователь root с паролем password. Первое, конечно, нужно сменить пароль. То есть вот мы заходим в пользователь root, настройки, персональные данные. И вот здесь вот справа меняем пароль с password на что-нибудь, к чему мы привыкли. Я поменяю на тысячу. Отлично. Пять символов. Ну, хорошо. Password. Меняю на раз, два, три, четыре, пять. Надеюсь, то, что больше ограничений никаких он мне сейчас не даст. Пароль изменен, прекрасно можем работать. Значит, основные настройки, какие нам здесь нужны прежде всего. Может быть, вам захочется изменить логотип и цветовой фон. Это, конечно, не основная настройка, но это очень прикольно и просто делается. Поэтому я вам показываю, где это происходит. У нас все настройки находятся вот здесь, вот в администраторе. Мы сейчас зашли из-под root. У нас есть вот эта вот оснастка администратора. Здесь очень много всего. Я показываю только такие самые вещи, которые могут пригодиться. В утилитах нужно зайти в оформление. И вот здесь он показывает то, что у нас есть такой логотип и такие цвета. Давайте загрузим новый логотип. Выберем файл. Я взял логотип, например, YouTube. И говорим загрузить. Что интересно, теперь система научилась определять цвета. Правда, она здесь видит только красный цвет. Но мы можем попробовать. Вот, скажем, наверху вот у нас есть с вами оформление. Мы говорим, давайте титул бар выбираем. И говорим, чтобы титул бар был, например, вот красный. И видите, он сразу становится красный. Хотим кнопку поменять, говорим, берем кнопки. И хотим, чтобы кнопки были какие-то страшно зеленые. То есть вот так вот вы можете вот это вот все менять. Я, наверное, сброшу по умолчанию все настройки. Но все-таки логотип ютубовский оставлю. Пусть пока болтается. Справа у нас есть CSS. Я в CSS слаб. Я не умею им пользоваться. Если кто-то умеет, то вот здесь вот можно менять параметры вот этой вот верстки этой страницы. Мне это все не нужно. То есть я сохраняю настройки, как они есть. У меня здесь теперь логотип ютуба, который ведет на мой сайт. Хотя по логике вещей, конечно, нужно сделать, чтобы он вел на мой канал. Но мы сейчас с вами не этим занимаемся. Дальше, смотрите, если мы с вами идем в начало, у нас вот так же выглядит главная страница для всех пользователей. Соответственно, в дальнейшем мы будем задавать, в каких пользователях есть права на что. Но у них у всех есть все эти блоки. Заявки с наивысшими приоритетами, неназначенные, заявки добавлены из закладки. То есть вся вот эта вот штука. Переходим с вами в администратор, утилиты, нет, давайте общие, обзор РТ. Наверное, я сделаю это в новой вкладке, чтобы сразу здесь смотреть. И вот он показывает то, что в теле РТ у вас доступны вот следующие 4 действия. Вот эти 4 ссылочки. Мне достаточно там видеть только мои заявки и заявки безответственных. Давайте, наверное, я удалю отсюда. Это добавленные закладки. А справа уберу напоминания и информационные панели, и как часто обновлять страницу. Это никому не нужно. Напоминание удалить, обновление страницы удалить, информационные панели удалить. Готово. Обновляю страницу главную, и она выглядит уже попроще. Так действительно проще. То есть у нас вот здесь справа есть очереди, и в них показано, сколько заявок, в каком состоянии. Здесь показаны заявки, на которые ответственными назначены мы. Ниже показаны заявки, для которых пока нет никого ответственного. То есть они еще даже не открыты. А здесь быстрая вкладочка создания заявки. Вообще заявки можно создавать отсюда, выбирая очередь. А здесь такой коротенький диалог, который тоже позволяет создать заявки. То есть вот такое поведение главного окошка меня устраивает. Дальше, что нам еще нужно сделать в админке. В администраторах точно так же идем в общие. Здесь очень много разного находится. Я вам показываю основные вещи, вы можете сами поглядеть все остальные. Значит, у нас есть шаблоны. Мы можем выбрать шаблоны, и эти шаблоны по сути то, что будет у нас выполняться. Например, вот у нас есть шаблон, который называется correspondence in HTML. То есть ответ в HTML. Мы можем зайти в него, и видим то, что вот здесь вот то сообщение, которое будет отправляться в HTML. Здесь ничего такого особенного, поэтому давайте, наверное, на автореплай посмотрим. Автореплай и начнем им. И вот он вам показывает то, что когда у вас будет автоответ какой-то делаться трекером заявок, у вас будет такое вот сообщение. И поэтому нам лучше всего перевести его на русский язык. Я уже перевел, то есть вы смотрите greetings, говорите там здравствуйте. И так далее. То есть вместо вот этого всего вы пишете в это сообщение было создано автоматически в связи с созданием вами заявки. Здесь он сам вставляет заявка какая-то, содержание которой было указано ниже. И, соответственно, вот этот вот текст вы меняете везде. То есть здесь смотрите текст, здесь смотрите текст, переводите. Желательно это сделать для всех наших вот этих шаблонов. Но нужно посмотреть, используются ли эти шаблоны. То есть у нас, видите, справа здесь есть скриплеты, которые используются эти шаблоны. То есть вот этот шаблон автореплай, он не пользуется. Вот этот транзакшен, он тоже не используется. Используются только вот эти. В принципе, вы можете перевести только их на русский язык, и тогда вам все будут письма, во-первых, приходить на русский язык, во-вторых, уведомления в трекере тоже будут на русском языке. Скриплеты что такое? Давайте посмотрим. Администратор, общие скриплеты. Скриплеты это то, что выполняет какое-то действие. Например, есть у нас скриплет OnCreateNotify. Вот этот у нас скриплет, восьмой, который говорит при создании оповещать ответственного за очередь и того, кто находится в административной копии. Работает это очень все просто. Это уже готовые скриплеты, вы только можете поменять их название, например. Условия у нас уже есть, то есть видите, при создании заявки, при адресации заявки, при решении, то есть срабатывает условие вот это вот. При срабатывании этого условия происходит действие. Действие называется оповещать ответственные административные копии, при этом используется вот этот самый шаблон, который мы с вами уже перевели на русский язык, не полностью. То есть здесь, в этих скриплетах, вы можете посмотреть, что у вас происходит. Скриплетов, еще раз повторю, здесь вон сколько. Вот тут они у нас все используются. Я, опять же, по умолчанию их все не трогаю. Я, по-моему, поменял только один скриплет. Мне нужно было, чтобы при создании заявки письма уходили сразу на три адреса. Я здесь просто немножечко поковырял. А так все выглядит именно так. И, значит, основные действия, что нам нужно сделать, это поработать с пользователями и очередями. То есть нам нужно создать какие-то очереди, кроме вот этой основной. Основную, как правило, у нас никто не видит. И мы говорим создать очередь. Так как у меня организация аутсорсинговая, у меня очередь называется по имени организации, которая имеет доступ к трекеру заявок. То есть у меня просто очереди равны названиям организации. Вы можете назвать очереди, не знаю, проблемы с компьютером, например. Компьютером. Опять же, вы можете дать описание, можете дать метку. Важный момент – адрес для ответа. Вот здесь вот будет указан тот адрес, с которого будут отправляться письма. То есть здесь вы можете написать, в принципе, любой адрес, потому что отправляться письма у нас будет уже через постфикс, и мы там уже все настроили. Но здесь вы можете указать то, что письма будут отправляться, не знаю, с какого-нибудь там адреса. RT, собака, тиси, маев, какой-нибудь ру. Вот такой вот. То есть вот с этого адреса будут отправляться письма. Опять же, комментарии тоже можете указать, с какого адреса будут отправляться. Это именно те адреса, от которых будет вестись информирование пользователей по этой очереди. Здесь есть приоритеты, и здесь есть дни, за которые заявки должны быть обработаны, но чтобы это все работало, нужно настроить слай и автоматизацию. Мы этого пока с вами не делаем. То есть достаточно назвать очередь, указать, какой будет адрес использоваться. Далее, можно создать несколько очередей. Давайте создадим еще какую-нибудь очередь. Очереди, создать. И какие-нибудь там, не знаю, проблемы с... Чем у нас могут быть проблемы? С каким-нибудь с РЭМ. Не знаю, с чем угодно. То же самое. Указываем. Я уже нажал Enter быстренько рукой. Указываем адрес, от которого... Можем не указывать адрес, от имени которого будет вестись корреспонденция. Готово. И теперь создаем пользователей. Опять же, мы с вами на одном из следующих уроков подтянем пользователей из Active Directory, но вполне бывает достаточно сделать пользователей вручную. То есть просто создать пользователей. Какой-нибудь пользователь. Опять же, я люблю каких-нибудь... Бух1. Можно указать его имейл. Тогда ему будут приходить сообщения. Желательно ему указать имейл, что приходили сообщения. Давайте сделаем. Бух1. Собака. IT-SIMIF. Ру. Сейчас я здесь что-нибудь понаделаю. И мне будет на IT-SIMIF сыпется письма. Несуществующие адреса. Язык можно указать, какой использует пользователь. Это будет язык его интерфейса, в принципе. И нужно дать ему еще пароль. Значит, нужен пароль root для того, чтобы кому-то менять пароли. И пароль пользователю. Не знаю, нужно ли ему столько знаков. Давайте мы тоже дадим. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь нам нужно дать права этому пользователю. Для этого мы выбираем очередь. Очередь выбрать. Берем, например, очередь проблемы с компьютером. И для очереди вот здесь вот есть права пользователя. И выбираем пользователя. Пользователь у нас BOOH1. Выбираем его. И говорим, пользователь у BOOH1 даем какие права. Даем права комментировать заявки, отвечать на заявки. То есть это, видите, общие права. Просматривать информацию на заявке. Просматривать очередь. Создавать. В принципе, можем дать вот эти все права. То есть этот пользователь будет видеть очередь. Сохраняем изменения. Затем мы возьмем пользователя. У нас и так как бы пользователь root имеет права на все. попробуем его заново добавим. Политиль root. У вас должны быть отдельные исполнители. Политиль root, по идее, нужно дать все те же самые права, чтобы он мог вообще смотреть эту очередь. Затем есть права для исполнителей, то есть те, кто имеет право изменять состояние заявок, то есть быть ответственными на заявки, допустим, изменять заявки, перезначать заявки себе, назначать себя ответственными на заявки, удалять заявки, то есть назначайте права для исполнителей. Есть еще отдельно права для администраторов, которые могут менять поведение трекера для этой очереди. Сюда, как правило, залезать не нужно то есть вы назначаете права общие для обычных пользователей и затем права исполнителя точно так же сохранить изменения готовы теперь если вы видите сейчас с вами работаем от рута у него очень много всего если мы с вами выйдем от рута и зайдем из-под духа первого нашего то у него намного меньше вы видите всего он во первых видит только одну очередь во вторых у него в шапке очень тоже мало всего единственное что он может делать это создавать заявки например вот быстрая заявка не работает почта не работает почта ответственным никого не назначаем пусть сами разбираются не приходят письма описывать заявку не приходят письма создали заявку заявка появился она новая сам по себе пользователь этот может какие действия сделать он может только отвечать и комментировать заявки больше ничего делать не не может соответственно если мы зайдем из-под исполнителя в трекер заявок кстати когда пользователь уходил создал заявку ему сразу пришло письмо то что вы создали такую заявку она там на рассмотрении зависимости от того что вы указали в шаблонах какой текст и уже пользователь root у нас может открыть заявку его с ней вот сколько действий он может ответить на заявку комментировать открыть решить отклонить удалить все что угодно может сделать с этой заявкой соответственно я могу взять искать действия ну не знаю открыть заявку и написать займусь через 10 минут через неправильно писал могу видите вкладывать вложение очень удобно изменить и если я войду в начало я уже вижу то что заявка из новой стала открытой заявкой можно сделать приостановленной если по какой-то причине я не могу сейчас что-то сделать мне нужно какие-то полноценные действия могу ее приостановить могу решить сказать проблема хостинге починили изменить заявку в начало все заявок никаких нету причем root вы видите идет очень много очередей соответственно вы таким образом можете создать заявки у меня сейчас нет к сожалению этих ящиков двух один рт и какие еще тут ящики создал поэтому я вам не могу показать то что на почте сейчас происходит огромное количество писем пересылок отправок но вы можете например сейчас взять я прям поверх покажу не буду особенно заморачиваться если мы с вами посмотрим очередь сообщений мы увидим то что вот здесь шли сообщения набух один для того что то что он что-то создал и постоянно 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 здесь сообщение есть то есть на все наши действия уходят сообщение неожиданно долги получилось видео но мы с вами разобрались с теми шагами которые нужно выполнить после первичной установки трекера заявок это конфигурация файла первского модуля основного конфигурационного файла рт нашего затем мы через веб интерфейс настраиваем внешний вид русификацию создаем очереди создаем пользователи назначаем необходимые права и в принципе уже можно работать в следующий раз мы с вами прикрутим аутентификацию через active directory а сейчас уже вам предстоит самим руками ковырять трекер заявок я вам ссылку на все мануалы дам там все подробно описано трекер заявок от рекой стрекер еще расскажу он очень гибкий очень удобный можно любую задачу реализовать которая вам приходит в голову а